всем привет предлагаю рассмотреть еще одно клиент серверное приложение в котором вы очень очень часто могли и должны были сталкиваться а именно сервера баз данных то есть если вы устанавливали а вы должны были неоднократно устанавливать себе на компьютер mysql какой нибудь или пасгресс ну и все прекрасно вы знаете что эти сервера там занимают порт mysql стандартно 3306 пасгресс 53 в 5 4 3 2 где-то такой то есть за этими серверами за этими серверами скрывается база данных то есть там непосредственно информация и причем она хранится вот в этих обоих случаях на диске на диске на диске на диске то есть там буквально смысле файлы и я предлагаю сегодня вот реализовать ту же самую идею опять же много по точным режиме но сделаем несем дополнительные изменения а а именно добавим пользователя в очень простом варианте и добавим возможность скажем так сессии вот когда мы в прошлый раз писали как его называется там веб-сервер да там http протокол принципе там соединение держать не нужно один запрос один ответ все забыли больше делать ничего не нужно а вот здесь при работе с базой данных мы хотим очень часто выполнять серию запросов и соответственно нам нужна возможность держать соединение между сокетами и вот этот протокол tcp ip опять же нам это дело предлагает я уже весь код написал предлагаю сейчас немного продемонстрировать что сделано а затем обратиться к коду так java main первая команда если я веду java то меня попросят зарегистрироваться то есть если я хоть что то хочу сделать база данных я должен сперва войти в нее то есть вот я должен сперва войти у меня два аккаунта есть на данный момент один дима дима а второй юджин 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 код я оставлю кому интересно тот может побаловаться сразу говорю код ужасный лично мне он не нравится но так она обычно бывает когда вы пишете сходу вот что пришло с голову то есть когда вы не продумываете абсолютно ничего архитектуры просто примерно накидали и поехали ладно вот у нас вошли пошли оба 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 клиента к нашему серверу постучались и они вошли соединение держится ну давайте я реализовал очень похожие команды которые мы используем в наших базах данных вот здесь выбрал help здесь бук не все не все команды реализованы у меня эффективно и правильно логика какое-где страдает дыры есть ну ладно там основную идею все равно этого будет достаточно так давайте выполним какую-нибудь команду селит хотя нет давайте сперва посмотрим схему схему ну и давайте select у меня очень простому реализован только все поля если бы я бы сделал ошибку то мне вот вернулось бы база данных не существует если вот такой написал то плохой request то есть я сделал некоторые проверки на ошибки чтобы совсем уж ерунду мне вот не возвращала и ошибки там не выскакивали соответственно соединение не падало так что еще можно сделать давайте какую-нибудь ставку сделаем insert insert into снова book и допустим 4 и ну ладно пусть будет квартир если без скобочки сделаю то будет ошибка ну и сейчас давайте опять посмотрим запись произошла успешно как мы видим другой клиент конечно же тоже может делать запросы я единственное не сделал это уже достаточно много времени займет то есть когда два клиента одновременно обращаются к одной какому-то тому же файлу записывают в него то есть надо делать все это будет синхронизировать очень блочить нет мая цель немножечко другая давайте я сейчас хочу удалить таблицу бог ведь таблица уже не существует ну давайте создам таблицу и пойдем к коду значит так как там у нас create таблица нет таблица а и н и нет у меня я распознаю только два типа гинт и стрингу то есть как базе данных ну и собственно можно посмотреть теперь у меня есть таблица person tags вот такой вот у меня есть функционал можно теперь выйти это я еще безопасно вышел то есть я разорвал соединение нормальным образом я мог и не совсем красиво выйти то есть видите опять конечно не зацептат давайте теперь код посмотрим давайте посмотрим код ну класс юзер здесь вообще нет ничего особенного то есть на им пассворт поле актив смысле активно ли его сессия и к нему с ним я его связывал сокет конкретно то есть каждый юзер он использует свой личный сокет вот этот объект и связывается с ним не переиспользуется так давайте разберем сперва клиента а потом посмотрим затем посмотрим этого сервера то есть пока для нас здесь ничего не особенного только вот здесь вот устанавливаю флаг set keep alive set keep alive поскольку я хочу чтоб мое соединение жило вот это для чтения команды это потоки чуть более навороченные чем я в прошлый раз делал и далее цикле в цикле вайл то есть бесконечном потоке я принимаю запросы то есть вот эти вот которые я ввалил слушаю входящий ой я а сперва даю запрос output затем нахожусь в ожидании ответа как только ответ готов я его читаю и вывожу собственно вот что мы видели вот это вот все ответы если в моя команда была exit то я покидаю вот этот основной вайл и далее просто завершая свою команду через серии клоузов то есть здесь вообще ничего особенного здесь только от предыдущего нашего кода два отличия что я установил set keep alive чтобы поддерживать вот это соединение и я запустил комбинацию output и вот этот input output то есть очередно читая и отдавая байты вайл 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 бесконечный вайл засунул ну как бесконечный пока не я не напишу команду exit то есть достаточно просто нет никаких особо больших отличий дальше поехали теперь сервер я создаю типа базу данных типа базу данных заношу в нее двух юзеров дальше начинаем опять стартуем сервер опять у меня пять экзекьюторов я не восполняю то есть когда у меня трейд завершит свою работу после того как там все завершилось да вот ready to request ready to request ладно не отвлекаюсь короче запускаю потоки снова беру клиента все как обычно как в прошлый раз делали здесь я делаю следующее я создаю юзера создаю юзера и к нему цепляю вот этого клиентского сокета затем я создаю к current юзер current юзер вернее передаю 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 в current юзер юзеров сокет юзер это мне нужно чтобы отслеживать активных активных юзеров снова устанавливаю флаг set keep it light чтобы у меня вот это сокетное приложение хранилось долго так опять буферы опять более продвинутые с оболочками не как в прошлый раз с байтами мучился и здесь также в цикле вайле как и в клиенте как и в клиенте начинаем слушать запрос строчка запрос слушает вот здесь я ее распаршу первый раз проверяю не exit ли там был вот это вся писанина это нужно просто чтобы оценить юзер у меня входил или не входил если он входил то вот это основная команда executor command вот здесь вся магия которая вот эти все выводы и происходит а вот это мне нужно чтобы юзера зарегистрировать ну и опять close, close, close и там ничего особенного на все раз я выбрал await termination и ждать целый gold так и давайте еще посмотрим executor command в executor command всегда поступает строка всегда поступает строка и я ее в апперкейсе чтобы не мучиться особо executor command это у меня просто серия статических методов и статических полей чтобы грамотно все обрабатывать то есть вот основной метод который теперь направляет через другие методы нужные здесь в принципе ничего особенного нет здесь просто идет везде парс парсинг строки то есть я использую активно pattern ну и читаю файлы удаляю файлы записываю файлы в принципе здесь абсолютно ничего не было это тупой шаблонный скучный код еще и не очень красивый не очень красивый не нравится мне как я его реализовал но я в лоб реализовал то есть здесь ничего особенного кому интересно как сказал я код оставлю можете копаться можете изменить позапускать посмотреть тут самое главное вообще я хочу показать в этом видео что клиент серверные приложения которые мы разбираем они могут быть супер различными но ядро у них всегда одно и то же то есть мы открываем какое-то соединение и вокруг этого соединения мы наматываем какую-то программу которая нас интересует в прошлый раз мы смотрели веб сервер в этот раз у нас вокруг вот этого соединения крутится база данных которая отдает по TCP а TCP ответы принцип здесь там точно такое же но поскольку в отличие от HTTP протокола здесь нет дополнительной настройки то правило по большому счету вот взаимодействие мы можем вот эти вот команды как прописывать мы сами можем определить естественно если вы будете самостоятельно реализовывать реальную какую-нибудь базу данных то лучше чтобы команды были или соответствовали тому что уже принято не нужно придумывать какие-то свои особенные команды если вы хотите чтобы вам вашу базу данных потом кто-нибудь активно использовал то вперед но собственно вот все то есть по большому счету вот от того браузера который мы писали здесь отличия очень малые самое главное что мы вот эти input output input и output стрим мы зацикливаем и условия выхода у нас просто когда мы сами хотим это сделать и устанавливаем Keep Alive чтобы сохранить состояние соединения чтобы connect сохранялся между клиентом и сервером то есть чтобы наши вот эти клиенты они могли в бесконечном режиме запрашивать 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 и тут у меня что-то не хочет и тут что-то у меня не захотел может конечно у меня потоки закончились да вероятно потоки закончились да вероятно потоки закончились то есть я не пополняю пол новыми работами так ну да так есть надо пополнить то есть ну ладно захотите код улучшите код так что я еще хочу сказать теперь я хотел бы немножечко поговорить вот смотрите вот если вы реализуете для себя лично какой-то небольшой проект вот этот вот этот подход он скажем так олдскульный он вам подойдет то есть вы можете развернуть используя вот эти примитивы какой-нибудь сервер на него накрутить вашу бизнес логику которую вы хотите и все то есть можно использовать например вот мы работаем с консоли да по большому счету но можно же было взять java fx и создать эти окошки кто любит и за этими окошками скрыть вот эту коммуникацию с сервером ничего особенного так вот я к чему это сейчас повел вот если мы вот присмотримся весь наш код абсолютно весь наш код на самом деле он жесткий блокирующий синхронный и многие из вас наверное уже слышали о реактивном программировании знают что есть как называют акторные модели вот реактивное программирование по большому счету стремится какторные модели то есть возможность создать асинхронное взаимодействие вот этот подход который вот перед нашими глазами он просто при серьезных нагрузках он неэффективен становится поэтому я сказал что если вы хотите реализовать лично для своего пользования за счет его простоты это не составляет больших проблем здесь просто нужно будет еще множество раз обернуть в различные три клички я здесь не проверяю возможно еще ошибки потому что сокет сам может падать я здесь вот пробрасываю exception вам еще нужно будет еще ну а вернуть некоторые ошибки три кель запихать и все 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 то есть ну пожалуй все что я хотел сказать сказал раз так see you next time все 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 все